Всем привет! Помните, обещала вам показать боксы моего сына спустя 2 года носки? Что с ними случилось? Он носил эти боксы почти 2 года, с осени по весну, не снимая. Я их ни разу не стирала, протирала только влажной салфеткой. Видно, что на одном сапожке вылетела заклепка из кулиски и протерлась подошва в районе пятки. За все время сапоги ни разу не подвели, ножки оставались сухими, носили их примерно от плюс 10 градусов в ноль, в слякоть и в любой московский мороз. Ножки иногда потели, но это было в садике, когда забывал надевать термодоски. И кстати, боксы это идеальная обувь для детского сада. Их очень легко надевать, легко снимать. Ребенок это делает быстро и без посторонней помощи. А сейчас мы проведем эксперимент и посмотрим, что же случилось с нашими боксами после 2 лет эксплуатации. Так, а сейчас мы возьмем сухую салфеточку и поместим ее в сам сапожок. И посмотрим, будет ли она влажной или останется сухой. Но на самом деле в сапоге все сухо. Идеально сухо, хотя сапоги сверху намокли, потому что мы их ни разу ничем не обрабатывали за 2 года. Естественно, вся вот эта вот пропитка, она испарилась. Это тот самый сапог, у которого дырка в подошве. Несмотря на все его дефекты, вода не проникла внутрь. Ну вот, мы с вами убедились, что бокс не промокают даже после 2 лет носки. А жалобы на боксы связаны с неправильной эксплуатацией. А в следующем видео мы разберем с вами частые ошибки, которые допускают приноски бокс и вообще приноски любой мембранной зимней обуви.